Они это заслужили. Нагрудные знаки к 80-летию снятия блокады Ленинграда вручила губернатор Югры Наталья Комарова трем жителям Сургута. Встреча главы региона и тех, кто пережил фашистский геноцид, прошла в дружественной обстановке за чашкой чая. Ветераны не только приняли поздравления, но и смогли пообщаться и рассказать о себе. В годы Великой Отечественной войны все они были маленькими детьми. Валерий Самойлов, к примеру, родился в 1940 году. И о событиях младенчества ему только иногда рассказывала мать. Он запомнил из рассказов, что первая зима была самой холодной и сложной, а выдавали людям по 150 граммов хлеба. Приехал в Сургут Валерий Сергеевич работать на ГРЭС на три года. Тут и остался жить. Как и Сима Киповская, она врач-инфекционист, на север приехала по приглашению в 1969 году. Участники беседы вспомнили болочные поселки и времена, когда только оказались на севере. Первого марта я заявилась сюда, вот так вот. Второго я познакомилась с больными, и третьего я уже вышла на работу. Понятно. А вы все на работу приехали? Никто не в годы войны эвакуированный? Нет, все по работе приехали. В 1981 году тоже приехала. Как специалист? В 1981 году? Я в 1980-м на север приехала. А вы? В 1988. А вы с какого года здесь? Я на севере с 1980-го. Ну это уже все-таки, знаете? Это да, это жизнь. Это да. Это жизнь. Мне жаль, что у нас такой не было. В 1980-м году тоже хватало. Дух огня заговорит на особом языке. Это будет язык национальной кинематографии. Такой в этом году обозначена ключевая тема фестиваля. Уже завершился прием работ на международный конкурс кинодебютов. Поступило 247 заявок. Из них 42 – это полнометражные фильмы. Как отметил один из организаторов, кинорежиссер Петр Щепотинник, фильмы в эту заявочную кампанию вошли очень разные по жанру и содержанию. В итоге фестиваль объединяет 24 страны. Помимо кинолент на форуме покажут кинематографические и образовательные программы стран БРИКС. Это станет одним из главных акцентов, ведь фестиваль вошел в программу председательства России в БРИКС в этом году. Ровно через неделю стартует специальный конкурс микрофильмов. Его основной темой станут семейные ценности в честь года семьи. Сам же 22-й Дух огня пройдет в Хантамансийске с 23 по 26 марта. На полях международной выставки форума «Россия» в Москве завершился Всероссийский форум «Родные, любимые». Событие открыло год семьи, объявленный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Форум объединил семейные династии со всей страны. Более тысячи участников. Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова в своих аккаунтах в социальных сетях. На церемонии закрытия зажгли Всероссийский семейный очаг. Событие принимала участие и югорская семья. Это супруги Русскины из Сургутского района. Татьяна и Виталий. Напомню, они сыграли свою свадьбу на полях выставки. Вместе с артистами театра обско-угорских народов «Солнце» показали, как невеста из числа коренных жителей севера приходит в дом к жениху, знакомится с духами, как рождается новая семья. Югорчане перевезут частичку очага в округ на открытие. Мы подумали, мы решили, что мы поучаствуем, так как у нас семья самобытная, и мы живем в такой культурной среде своей, ханты и мантии, получается, и решили показать, как у нас происходят обряды. У нас современная семья, то есть пока что один ребенок, ну, может, один еще ребенок, возможно, родится. То есть, ну, мы также, я думаю, что мы живем так же рядом с природой, живем, как бы, сохраняем свои традиции, там, шьем свои национальные костюмы, я думаю, что так же, и так же, возможно, ездим, где-то показываем свою культуру. Югорчане испекли торт и посвятили его президенту России Владимиру Путину. Дело в том, что накануне по православным святцам Владимиры отметили именины. Идея приготовить торт возникла у четырех семей во время кулинарного мастер-класса. Как это было, показал в своих соцсетях активист движения первых из Хантамансийского района Александр Пирожников. В видео он пока рассказывает о том, что вместе с другими участниками печет торт с изображением карты мира, но без США. Это было коллективное решение, как демонстрация исторического отношения россиян и конкретно югорских семей к США. Как это государство относится к другим странам, игнорируя принципы взаимного уважения, так и мы к нему. Большим бисквитным тортом с черничной начинкой кулинары угощали у парка «Победа» в Хантамансийске. Владимир Владимирович, с праздником! Мы желаем ему здоровья, желаем таких же успехов, чтобы так же люди его любили, чтобы он такую же пользу приносил всей нашей России. Мы его любим, мы его чтим и желаем ему хорошего здоровья. В Макеевке работает врач-травматолог-ортопед Сургутской травмбольницы Елена Щеголихина. Помогает коллегам в одной из больниц города. Ведет прием и оперирует больных своего профиля. Среди пациентов как гражданское население, так и военнослужащие. Женщина родилась в Славянске, затем переехала в Донецк. Здесь выросла и окончила медицинский институт. Несмотря на то, что большая часть ее жизни была связана с Сургутом, куда она переехала в 1990 году, о поездке в Макеевку задумывалось давно. Теперь этот план реализовался. Елена Щеголихина – первая из женщин-врачей сургутской травмбольницы, командированных на Донбасс. Хотелось бы помочь, оказать помощь и автомобилю, которым я владею. И, конечно, бы хотелось процветания и улучшения. Работы и оснащения, и улучшения здесь жизни. Так, чтобы те, которые отсюда уехали, возвращались обратно. Югорчане продолжат восстанавливать Макеевку. Планы в соответствии с соглашением о сотрудничестве утверждены. Работы будут проходить на инфраструктурных и жилых объектах, информирует Дипстрой Югры. В подшефном городе отремонтируют пищеблоки. В 25 детских садах и школах продолжат восстанавливать сети водоснабжения и водоотведения. В микрорайоне «Зеленый». Отремонтируют кровлю здания терапевтического отделения, больницы и производственные помещения Макеевского комбината детского питания. Оборудуют шесть спортплощадок. Отмечу, в прошлом году югорчане восстановили в Макеевке 131 многоквартирный дом, 8 детских садов и школ. Здание МФЦ. В Сургуте отремонтировали семь помещений пищеблоков в образовательных организациях. В Сургуте появятся экологичные автобусы на газовом топливе. Автопарк компании перевозчика ждет масштабное обновление. В этом году планируют закупить 40 новых машин. 30 автобусов, адаптированных к суровому северному климату, приобретут в лизинг. Они поступят уже в конце февраля. Еще 10 автобусов компания закупит за счет инвестиций из городского бюджета. Как раз они и будут ездить на экологичном газомоторном топливе. Такой транспорт не только более безопасен для природы, но и более экономичен, а также имеет сниженный уровень шума. Сейчас в компании работают приглашенные эксперты. Они оценивают гаражные боксы и оборудование для безопасной эксплуатации автобусов на голубом топливе. Сегодня перевозчик насчитывает 101 единицу транспорта, половина, и имеет уровень износа до 70%. Ну а техника позволит на четверть обновить автопарк. Югорчан приглашают на онлайн-программу, посвященную 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда. Музей Победы проведет мероприятие 27 января. Гости смогут ознакомиться с электронной выставкой «Салют над Невой». Представят более 100 материалов, иллюстрирующих жизнь блокадного города. Для детей проведут образовательную программу «Девочки с Васильевского острова». Расскажут о Тане Савичевой, покажут строки ее дневника и фотографии. По завершении зрителям покажут документальный фильм «Ленинград в борьбе». В киноленту вошли кадры жизни города и фронта. Как отмечает РИЦ Югра, подключиться к мероприятию можно бесплатно на сайте Музея Победы. Сургут встречает большой спорт. В ближайшие выходные город примет сразу несколько мероприятий. Впервые в истории хоккейного клуба «Югра» домашний матч пройдет на Сургутской арене. 27 и 29 января «Югра» сыграет с Норильском и Соколом в Ледовом дворце спорта. В субботу пройдет игра между командами высшей лиги по мини-футболу «Факел» против «Газпром-Югра». Также 27 и 28 января состоятся шестой тур Суперлиги чемпионата России по водному полу и чемпионаты первенства «Югры» по восточному боевому единоборству. Югорских журналистов приглашают на мастерскую новых медиа. Объявлен набор на первый в этом году поток. Ждут медиа специалистов, контент-мейкеров, продюсеров, блогеров. Подать заявку и пройти первые этапы отбора необходимо до 5 февраля. Бесплатное обучение начнется в марте. Некоторые модули стартуют очно в Москве. Практический курс подготовят к работе в информационном пространстве с использованием современных инструментов. Отмечу, что в настоящее время выпускниками программы являются 840 человек из 85 регионов. Они реализуют более 150 полезных проектов. Артисты Пытьяхского театра «Мод. Параллели времени» будут блистать на ВДНХ. А сейчас пока готовятся к этой поездке. Участницы перестанут в костюмах, раскрывающих красоту югорского края. Пытьяхцам есть чем удивить посетителей московской выставки. Параллели времени существуют уже 24 года. Сейчас в составе коллектива 40 моделей. В прошлом году театр стал лауреатом Всероссийского детско-юношеского фестиваля национальных культур «Дети творчества. Дружба». А еще участница коллектива Соня Хамзина вошла в топ-30 российского конкурса красоты «Мисс Туризм России». Она представляла Югру. Руководитель театра «Моты» и автор уникальных костюмов Лилия Фролова вошла в топ-13 лучших дизайнеров России. Публике она представила свои нашумевшие коллекции «Морозные узоры» и «Рожденные в снегах». Первый раз в жизни профессиональным моделям я отдала свою коллекцию. Очень, конечно, стеснялась. Думала, сейчас избалованные модели скажут, боже мой, там коллекция сделана в каком-то небольшом городе. Но это было, конечно, незабываемо. Незабываемый опыт, знаете, когда все творческие люди, которые прошли отбор тщательный, там были реконструкторы, которые по историческим лекалам, по историческим меркам создают костюмы. Были, конечно, люди, у которых костюмы стоили только по 500 тысяч, одно платье с настоящим серебром. В прошлом году Лилия Фролова выиграла грант-губернатора, которая вложила в создание новой коллекции костюмов под названием «Трансформер». Ее представят пыхтяхцам в 2024 году. До показа осталось несколько месяцев. На этот период у дизайнера и ее воспитанниц запланирована поездка в Москву на ВДНХ. Ватерпольный клуб «Югра» готовится к домашним матчам. Только вот пройдут они не в Хантамансийске, а в Сургуте. В эти выходные наша дружина сыграет два матча с Кенев-Сургут нефтегазом. Эта команда является лидером российского водного пола. Сейчас идет вторая стадия турнира, в которую пробились шесть команд из десяти. Здесь разыграются уже призовые места чемпионата. По итогам этого этапа сформируются полуфиналисты, а после и участники финала этого сезона. Матчи с командой «Кенев-Сургут-Нефтегаз» состоятся в спортивном комплексе «Олимп». Вход на игры свободный. Также будет организована трансляция. Кенев-Сургут-Нефтегаз» Кенев-Сургут-Нефтегаз